Пять убийств и 25 лет тюрьмы. Почти 10 лет назад Иван Непаратов попадал в новости как главарь подмосковных бандитов и опасный преступник. Теперь, в 2022-м, Иван Непаратов — герой и освободитель. За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, наградить Непаратова Ивана Андреевича посмертно. Героями спецоперации в России, как известно, становятся после смерти, и Иван Непаратов не стал исключением. 5 августа он погиб от попавшего в голову осколка и тогда же получил награду от Путина. Его свидетельство о смерти публикует издание «Инсайдер». Как именно отличился в бою Непаратов, неизвестно, но по версии властей так называемой ЛНР, он воевал за свободу и независимость Луганской народной республики. И потому получил орден и этого непризнанного государства. За храбрость. Криминальное прошлое Непаратова — не помеха. Между Непаратовым и Олейниковым возникла ссора, переросшая в драку. В ходе драки Непаратов нанес Олейникову несколько ударов кулаками в голову, грудную клетку и живот. Сбив Олейникова с ног, Непаратов накинул на шею Олейникова веревку и сдавил шею петлей. Олейников скончался от механической асфиксии. Непаратов скинул тело Олейникова в очистную яму. Это одно из первых преступлений Непаратова. Дождь ознакомился с фабулой обвинения. Отрывок можно найти в утекших в сеть базах данных. С 2009 по 2010 год 22-летний Непаратов регулярно грабил, похищал и убивал людей. У него даже был фирменный почерк. Жертв он душил веревкой. 4 сентября Непаратову должно было исполниться 34 года, а его 25-летний тюремный срок заканчивался только в 2038. Непаратов, Федоров, Данилов представились потерпевшей сотрудниками милиции, прошли в квартиру Степановой, похитили принадлежащие Степановой в ее присутствии денежные средства в сумме 40 тысяч рублей, 5 золотых обручальных колец, золотую сережку с бриллиантами, золотую печатку, а всего на общую стоимость 110 036 рублей 88 копеек. Непаратов нанес Степановой не менее 15 ударов кулаками по лицу, телу и повалил на пол. Вытащил веревку и накинул на шею Степановой. Сдавил оба конца веревки, перекрыв тем самым доступ кислорода в легкие потерпевшей. Степанова скончалась. В уголовном деле Непаратова и его подельников есть и вымогательство миллиона рублей, и нападение на украинца. Видимо, государственный курс он почувствовал еще до Майдана. Украинец был прорабом в одной из деревень, и вот Непаратов вместе с бандитами забрал у него заработанное 170 тысяч рублей. 88 ножевыми ударами Непаратов убил другую свою жертву водителя, который отказался везти его на место очередного преступления. И так далее. Дождю удалось связаться с сыном одной из жертв Непаратова. Он ответил кратко. Иван Непаратов, по-видимому, один из многих заключенных, которых теперь вербует ЧВК Вагнера для войны в Украине. По мнению правозащитницы и главы фонда «Руссиджащая» Ольги Романовой, с оружием из колонии могли отправить уже около 5000 человек. Массовая вербовка заключенных именно в ЧВК Вагнер в зонах имеет дату 29 июня. Тогда первый десант вагнеровцев прибыл в Ленинградскую область в три зоны. 14 июля был первый бой заключенных. Собственно, из Ленинградской области этот бой воспел Никита Михалков в своем бесогоне. Почему он жертвует своей жизнью для того, чтобы спасти своих товарищей, уже будучи раненым? Я думаю, потому что по Ильину он знал, за что можно умереть. Он чувствовал свою необходимость там. Он хотел искупить свою прошлую жизнь. Костя Рыжий из Яблоневки, он же Константин Тулинов, рецидивист, разбойник. Последняя его ходка, собственно, с которой он зарыбовался на фронт, была за вымогательство денег и организацию пресс-хаты в крестах в Питере. Как выяснилось в здании медиазона, вербовать заключенных на войну приезжал и лично Евгений Пригожин, бизнесмен и бывший зэк, которого считают владельцем ЧВК Вагнера. Особым спросом пользуются как раз убийцы и разбойники, такие как Иван Непаратов. Полностью этот призыв звучал так, что да, мы ищем в первую очередь убийцы и разбойников. Вам у нас понравится. Так нам пересказывали наши источники. Но тут надо оговориться, что берут они, конечно, думаю, что почти всех. Как нам пересказывали, там есть несколько этапов собеседования. Это проверка на полиграфии, это проверка физподготовки, это собеседование непосредственно, ну вот разговор с сотрудником ЧВК Вагнера. Важнее количество, чем качество тех, кого они набирают. Потому что из одной из колоний нам пересказали так. Мы настороженно относимся к осужденным по наркотическим статьям и по обвинению в изнасилованиях. Но если вы чувствуете, что вам это нужно и вам к нам хочется, приходите на собеседование и обсудим. Мы прекрасно понимаем, что вас могли просто неправильно понять. Заключенным обещают освобождение и снятие судимости, ежемесячную зарплату в примерно 200 тысяч рублей и, конечно, посмертные выплаты родственникам и награды. Процентов 80 заключенных, они не имеют никаких социальных связей и родственников тоже не имеют. Они писали заявление, что выплата только им. В этом случае гибели никто ничего не получает. Те, кто писал заявление, значит, смотрите, по погибшим. Мы знаем, что по погибшим, например, в ИК-7 Новгородской области, это Панковка. Там из 68 человек первых, собственно, завербованных и отправленных, 62 уже все, 62 погибли. Мы знаем о выплатах 5 миллионов 200 тысяч рублей одной вдове. Про остальных 61 человека мы не знаем ничего. По нашей информации речь идет примерно плюс-минус о 20 колониях, чуть меньше, в разных абсолютно регионах. Это какой-то определенной локации не приурочено. Количество, если записывается на собеседование, назовем это так, 150-200 человек, это считается достаточным. С учетом того, что не все 150-200 человек пройдут все этапы проверки. Известие о первых погибших на войне, естественно, доходит и до других людей, отбывающих свой срок. Соглашаются ехать на войну далеко не все, и тогда они могут столкнуться с серьезным давлением. Как рассказала Дождю Ольга Романова, заключенного ИК-4 Ивановской области Виталия Капустина, на днях должны были отправить на этап готовиться к боевым действиям, но правозащитники помогли остановить сотрудников колонии. Ну так, по-человечески, вы сами-то понимаете, что осужденных нельзя привлекать к военным действиям и оружия им давать? Вы-то понимаете, надеюсь? Ну, я-то понимаю, но надо мной есть и вышитающее руководство. То есть подчиняюсь-то я им. Правозащитники напоминают, отправка заключенных на войну – это преступление. Выпустить из колонии их могут только по решению суда, а помиловать по указу Путина. К слову, за 2021 год помиловали лишь 6 человек по всей стране. Тем не менее, осужденные за тяжелые преступления уже воюют в Украине и уже там гибнут.